итак доброе утро всем доброе утро hello bonjour ботертов ботертов всем доброе утро всем доброе добрейшее утро алек месснер с нами все значит все отлично влад козов ботертов так всем всем привет антон герди не меня все шалом оксана андрушенко александр олег ботертов все раз ли лилия берман светлана карачева шалом шалом наташа блау постоянные наши слушатели михаил ткач вера перлина все всем шалом наталья ратная значит сегодня мы продолжаем изучать же перте вот и бруха то дуй но может комиссарук не успели мы с тобой встретиться в израиле к сожалению да алексе диевич но еще встретимся значит сегодня у нас мишна которая говорится про следующую пару мудрецов предыдущая пара у нас было это юшо бен прах я не торбы лишь потом был иуда бен табай бешиман бен шатах и сейчас наш мая и автальон шмая и автальон получили тору от предыдущих поколений что мы знаем прошла автальона интересно что прошла автальона мы знаем что они были геры геры они были принявшие иудаизм здесь очень интересно что евреи такой уникальный народ что вот обвиняют евреи националисты там некоторые говорят да что вот нас национальное государство израиль все при этом забывая что любой человек абсолютно может стать евреем представляете он михаил бендусьевич тоже присоединился любой человек может стать евреем все-таки мало того что евреем может стать может стать главным евреем то есть шмая был носи это как царь он был царь автальон был глава раввинского суда то есть они были потомками санхерива это был царь который разрушил участвовал разрушение первого храма разрушил на выходный царь а санхерив по моему очень какой-то был царь который тоже как-то он воевал с израилем но его потомки шмая автальон они стали главами еврейского народа абсолютно официально и стали стали цепочка звеньями в цепочке передачи торы вот удивительная такая вещь то есть любой любой человек который принимает на себя заповеди торы то есть принимает тору он становится как сын для бога интересно что все геры все кто принимают иудаизм становятся бен авраам сыновьями авраама то есть авраам это первый еврей он первый установил с богом контакт в заслугу которого потом появился еврейский народ и не значит что и теперь каждый кто совершает этот же путь в любом поколении он тем становится он становится сын авраама становится сын авраама сын авраама когда года темный становится сын авраама вот так все теперь что там сказал шмая но нас в принципе это как бы историческая часть она нас особо не сильно волнует а нас больше интересует нас больше интересует что они сказали чему и нас научили значит шмая сказал три вещи сегодня мы эти три вещи выучим он сказал так уэвэ там лоха люби работу уэвэ там лоха усне это рабанут и ненавидь величие вальтит вода ли решут и не становись известным властям не становись известным властям значит он нам посоветовал три вещи на все поколения это тора давайте разберемся первое что он сказал лэвэ там лоха люби работу значит у каждого человека есть в этом мире к чему-то призвание у каждого человека есть чему-то призвание вот как бы человек создан первого человека когда бог создал он ему сразу сказал вот я тебя делаю человеком здесь на земле да не ангелом а человеком и ты должен обрабатывать землю так он ему сказал адам решену охранять и обрабатывать сад он его посадил в ган-эдэн это было расти сад и он ему говорит ты должен охранять и обрабатывать сад все написано что человек адам леомаль и лад человек рожден для труда хорошо значит и вот человек должен выбрать какой труд он будет в этом мире делать то есть раз ты родился ты человек бог специально нас сделал так что он нам всем хочется кушать у нас есть руки-ноги у большинства добывает что вот как не кучу чего нет рук и ног он таким родился но большинство из нас родились с руками с ногами и с предназначением к какому-то труду какому кто-то должен быть земледельцем а кто-то должен пасти овец овец как вы знаете у адам решено было у первого человека было два сына в начале каин и эвель и каин он был земледелец а эвель был пастух то есть вот примерно так сразу же разделились их их занятия их обязанности дальше дальше человек если он находит свою работу то что именно его тогда он тогда он начинаете заниматься если у нее правильно занимается он может в этой работе очень сильно преуспеть почему он может преуспеть есть в мишле мы учили такой отрывок хазита уман маир бэмлахто если ты увидишь умана мастера который быстрый бэмлахто в своей работе лифне млахим и тьяцев он будет стоять перед царями было и тьяцев лифне хашухим и не будет он стоять перед темными людьми то есть если человеку повезло и он находит свою свою млаху свою работу то что вот у него к этому призвание интересно что в талмуде написано что бог специально так сделал что у каждого из нас есть любовь какому-то разному виду работы есть парикмахер у них призвание быть парикмахером и он этот парикмахер он в этом вообще прям царь есть сантехник царь есть там земледелец ари есть портной царь есть то есть у каждого из нас есть чему-то талант и призвание и вот если ты увидишь умана который маир бэмлахто быстрый в своей работе он будет стоять перед перед царями теперь но дальше дальше тора нас учат что вернее вот сейчас мы учили впервые вот шмая сказал оэвэта млаха любил работу почему почему он об этом сказал значит есть человек например он работает работает он любит процесс но еще есть результат работы есть результат работы теперь результат работы обычно меряется в современном мире в деньгах следующая ступень в это называется пирамида масло пирамида потребности человека это потребность признание то есть когда у человека есть вот он любит свою работу ему повезло он услышал что шмая сказал оэвэта млаха и он начинает любить свою работу а потом ему говорят слушай вот например а у меня такая ситуация была да я очень люблю учиться и обучать и писать книги но потом я подумал вот я сейчас создам компанию у меня будет компания у меня будет там тренинговая компания все я буду владельцем компании открою еще одну компанию еще и в итоге у меня не осталось ни времени не сил не не даже и желание заниматься тем что я реально люблю писать книги обучаться обучают тренироваться да и вот значит получается что млаха сама работа я ей пожертвовал ради вторая то что он сказал сне это рабанут он говорит ненавидь ненавидь значит рабанут рабанут это величие то есть не лезь наверх сказал нам шмая который был царем еврейского народа кстати это очень интересно то есть он был царем но он на говорил на своем опыте да когда уже чек зала залез наверх он говорит сне это рабанут ненавидь вот это стремление к величию не надо вообще этого величия вальтит вода ли решут и не становись известным властям это третья вещь которая очень важная потому что есть у человека стремление вначале к деньгам деньги значит хочется работать и зарабатывать потом человек работает зарабатывает он говорит а что я как все что ли я хочу признание и он начинает стремиться к признанию к славе он начинает там бороться за какие-то медали грамоты и так далее лайки начинают бороться за лайки и это он борется за величие да то есть чтобы меня знали а потом он борется за власть потому что когда он становится такой известный а потом его вызывают в кремль например или там куда-то еще в администрацию президента ему говорят слышишь ты там на тебя службы безопасности копнули и ты в том там году налоги не заплатил тут вот твой телефончик прослушивается тут то тут все и его начинают власти прессовать и он тогда думает все пойду в депутаты пойду в депутаты пойду в куда-то в там на выборы и так далее и начинает он заигрывать с властью то есть как бы власть это высшее то что есть да то есть власть политика и так далее это высшая сила вот эти три потребности нам объяснил шмая как ним надо относиться первое уэвы там лоха люби работу как говорил стив джобс он говорит что в жизни надо обязательно найти любимое дело им заниматься потому что большую часть времени мы проводим на работе и это принципиально важно для человека найти свою вот это вот млаха млаха это работа и в ней преуспевать а для того чтобы в ней преуспевать ее надо любить вот то что нам сказал шмая второе он нам сказал снэй тарабанут не гонись за славой не гони за величием интересно есть интересное есть такое правило вот тора она нам дает очень парадоксальные такие как бы внутреннюю суть вещей в торе в этом я не помню где точно в талмуде сказано что убегает почета точно вот это то что хотел сказать но алексеевич молодец написал ла или написала да что что вот эту вот про фразу убегает почета это как это звучит честно верите звучит это так а рудэ фахарай кого-то кого-то брех мемена тот кто гонится за почетом почет от него убегает и тот кто убегает от почета почет за ним гонится я много лет слышал одну историю но сейчас нашел как бы и очень интересное подтверждение был такой великий мудрец хаффетсхаем хаффетсхаем он был один из ну таких основ столпов иудаизма в последних столетиях он умер 1933 году в возрасте там около ста лет и вот значит он хаффетсхаем он жил в городе радин был такой маленький город радин и он в этом городе радине а был главой всего еврейского мира как он стал главой еврейского мира первую свою книгу он издал возрасте ему было 32 года книга называлась так и называлась хаффетсхаем его настоящее имя я даже не помню его на его все знали по этой книге он издал эту книгу не указав настоящее имя автора просто книга называлась жаждущей жизни хаффетсхаем жаждущей жизни и в ней объяснялись законы как не говорить лошонара он считал что лошонара это тот грех который который оставляет еврейский народ в изгнании и он очень хотел чтобы евреи исправили этот грех и он эту книгу написал хаффетсхаем и ездил по городам продавал эту книгу просто он не говорил что он автор книги исраильмейер такой до его звали он не говорил что она автора так мнению от эту книгу просто продавал как простой торговец всю жизнь надевался Никогда он как раввин не одевался, одевался как простой там извозчик, рабочий и так далее. Сейчас вышла прекрасная книга, вообще я просто от нее, прямо очень мне она понравилась, называется «На хронике избавления». Это о жизни Хафецкаема и о том, как мы сейчас заходим в последнее поколение, вот перед приходом Машеха, и там именно рассказывается полностью его жизнь с документами. В общем, почему я сейчас про него вспомнил, Хафецкаем, когда он уже был пожилой, к нему в Радин приезжали люди со всего мира, со всего мира приезжали люди советоваться, все. А он, он не хотел, чтобы с ним советовались, и он говорил, прям вышло объявление в газете, вышло объявление в газете, что пожалуйста не приезжайте ко мне там и так далее. То есть он просил, чтобы к нему не ехали, и к нему ехали все больше и больше, то есть он именно убегал от почета, он полностью вот был против того, чтобы ему там помогали, почитали и так далее. И это вызывало наоборот прямо противоположный эффект. И то, что мы видим сейчас, сейчас мы видим наоборот, что большинство людей, вот эти вот Facebook, Instagram, стремятся к почету, и при этом, при этом не понимая, что они у себя этот же почет крадут. Потому что если бы они стремились дать людям пользу, дать людям, дать людям какое-то развлечение даже, да, то есть целью должно быть не получить почет, целью должно быть дать что-то интересное, что-то полезное, что-то нужное. И, ну то есть, вот именно устремление такое, то, о чем говорил Шмая, да, это, я вам скажу даже слова Любавичского Рэбе, да, он как объяснял, любим, любим лоху, Любавичский Рэбе говорил так. Так, и не говори, что великий человек я, люби работу, занимайся работой, если ты в работе крутой, тогда люди пускай скажут, что ты в работе крутой, но не говори, сам я крутой. И тут, значит, ну и он объясняет, что Шмая, из-за того, что он именно был царь, как бы каждый из мудрецов, которых упоминает Пертьевод, каждый из них, когда говорил какие-то три вещи, он говорил, это то, над чем он сам работал. То есть, это очень интересная вещь, что, вот если Шмая говорил, уэвы там лоха, усны это рабанут, вальтит водали решут, люби работу, ненавидь величия и не становись известными властями, то он в первую очередь это говорил себе, он сам работал над этими качествами, он сам работал над этими качествами и вот он говорил это в первую очередь себе. И тут очень часто, вот, например, есть такая идея, я не могу точно сказать, насколько это правда, но вот есть Раби Нахман, Раби Нахман из Умани, да, который похоронен в Умани, Бресловский Хасидут, и он весь пропитан идеей, что надо быть веселым, надо быть радостным, нет места отчаяния, нужно быть митсвагдоле льет бессимха, большая заповедь быть в радости. То есть они очень много, больше, чем все остальные, говорят о радости, о танцах, о веселье. Но я слышал такую идею, что откуда у них эта тема настолько, настолько она прокаченная, потому что сам Раби Нахман, он всю жизнь боролся с депрессией. И он, так как он сам в себе должен был переломать вот это качество, то есть почему он боролся с депрессией, он был великий там внук, внук большим того, он вырос в, вокруг него были великие царики. Он с детства там, он первую книгу, первую книгу написал ему было 6 лет, ну то есть для него этот мир вообще был как бы, ну вообще какой-то цирк, да. Он хотел жить только духовной жизнью. Потом все дети у него поумирали, у Раби Нахмана, представьте. Потом он заболел туберкулезом и он всю жизнь мучался там, харкал кровью и все. Он страдал, так как он был цадик, он страдал страданиями людей вокруг, потому что он почему в Умане даже поселился, там была резня, 10 тысяч евреев было там убито и он там поселился. То есть он настолько страдал внутренне, что он для того, чтобы выходить из страдания, он создавал вот это вот свое Тора Раби Нахмана, учение Раби Нахмана о том, как жить в радости, несмотря ни на что. И поэтому его вот эта система Раби Нахмана, она очень сильно привлекает людей, которым, ну реально они в каком-то мажбер, мажбер это в каком-то кризисе, в каком-то, ну в какой-то яме, как тот же самый Раф Шалом Аруш, да, он был в дикой яме, он был в кризисе. И именно вот этот Бресловский хасидут, он как раз, человек встречает систему, которая создана именно таким же, как он, тот, кто понимает его состояние. И эта система помогает выйти из этого состояния, это вот именно Бресловский хасидут. Теперь Шмай вот именно об этом говорил, давайте подведем итог. Уэв это млаха, люби работу, то есть нужно выбрать себе какую-то млаху, какую-то работу. Человек должен заниматься производительным трудом. Все, человек, как сказано, Адам, Леомаль, Юла, человек создан для труда. Все, большую часть времени человек должен трудиться. Земледельцем быть или быть этим пастухом, очень крутая тема быть пастухом. Мы почему-то сейчас в последнее время, ну как бы уже выросли в концепции, что надо жить в городах, надо жить в этих бетонных коробках там и так далее. Но круто, насколько круто жить и общаться с природой. Мишли нам говорит, что сон земледельца сладок и приятен. Много он поел, мало он поел. Он земледелец, он работает с землей, он все время как бы, он взаимодействует с природой. Пастухи, все наши праотцы, все самые великие духовные люди были пастухами. Авраам, пастух, Ицхак, пастух, Яков, пастух, Мошарабейну, пастух, царь Давид, пастух. Все пастухи. То есть, ну мы как бы родились в городах, все, давайте жить в городах, бетонные коробки, бетонные коробки. То есть, человек должен найти какую-то млоху, какую-то работу, ненавидеть величие, не стараться быть выше, чем другие люди. Потому что именно в этом стремлении заключен корень конфликта, зла там и так далее. Вальтит водали решут и не становись известным властям. Пускай власти, они сами там дерутся, борются и так далее. То есть, у них есть свои какие-то... Я вот очень незавидую сейчас всем тем, которые у власти были и которые сейчас пришли. Хотя, казалось бы, те, кто сейчас пришли, у них все прекрасно, но они пусть посмотрят на тех, которые сейчас ушли от власти. И надо всегда помнить, что жизнь как колесо. Все, удачи, успехов. Сделайте свои, пожалуйста, выводы из сегодняшнего урока, лично для себя, для своей жизни. И потому что тот, кто учит Тору для того, чтобы делать, тот будет учить, он будет обучать, он запомнит и он будет делать. То есть, очень важно для себя сделать конкретные выводы, конкретные выводы, что делать, что делать, что вы собираетесь сделать с этим. Все, дорогие друзья, удачи, успехов. Всем хорошего, прекрасного дня. Чтобы было благословение, здоровье, счастье, успех, богатство, гармония. То есть, мы с утра позанимались очень важным делом, поучили Тору. Все, значит, свет привлекли. И пускай он дальше освещает, освещает весь вас, ваш жизненный путь. Все. Удачи, успехов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok